Данны два равносторонних треугольника АВС и Аштрих Вштрих С. Докажите, что в таком случае обязательно прямая ВВштрих параллельна прямой АС. Какой угол АС? Неизвестно. Оказывается, при любом угле будет параллельно. Нам нужно доказать равенство этих треугольников по признаку или движениям можно? Каких этих? АВС и Аштрих Вштрих С. А они вовсе не конкуренны. Смотрите, ведь отрезок Аштрих С, например, на моем чехотиже, очевидно меньше, чем АС. Если у вас был сторонний треугольник АВС, и точка А сдвинулась немножко по направлению к вершине В, при этом очевидно у вас отрезок Аштрих С уменьшился. То есть он будет уменьшаться до того момента, когда стоит перпендикулярно, когда точка Аштрих будет в середине отрезка. Потом он опять начнет увеличиваться. АС не обязательно равно Аштрих С. Правильный треугольник – это то же самое, что равносторонний. Многоугольник выкуклый называют правильным, если у него все стороны равны. Нам нужно отталкиваться от того, что треугольники Аштрих В и Бштрих А и треугольник Б, Бштрих С равны. Какой Б, Бштрих С и Аштрих Б, Бштрих. Почему Аштрих Б? Там все проще даже. Нет, там действительно есть конкурентные треугольники, но какие-то очень замысловатые треугольники называются. Если пересечения ставят в букву О, то Б, О, А, Штрих и О, Б, Штрих С. Почему? Совершенно непонятно. Нет, смотрите, для начала открытия чертеж вернулся к норме. Мне совершенно не нравится то, что здесь нарисовали. Мне кажется, что от этого будет только хуже. От того, что это не стало. Вообще, в общем, то, что вы там сказали, это был полный ужас. Полный ужас. Мы просто из рук в урок так доказывали. Нет, я понимаю. Но это означает, что до такой степени дикость происходит. Это примерно то же самое, что я бы сейчас вместо урока математики пустил вас пустимым шагом здесь. Тоже можно посчитать, что это геометрия учебы. Но никакие заклинания не могут быть аргументом при решении задачи. В принципе, не могут. Вот это повторение слов, что углы равны, значит, они равны, поэтому они равны. Это ужас абсолютный. У меня есть подозрение, что А'АЦ и Б'Ц и допустим О равны. Да, 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 они конкретные. Отлично. Это абсолютно верно. Так, этот треугольник. Какому конкретену? Вот этому. Вот не вот этому как раз. Вы правильно называли А'АЦ и Э'БЦ. Штриховка продолжается и сюда тоже. Да. Увидели? Господа, замечательно. Теперь за мной доказать. Какие отнести? Стороны большого, процентуального треугольника, да? Да, согласен. Дальше. И вот это равно. Да. Соответственно, здесь две равные стороны. Тут тоже. Да. Но признак-то звучит. По двум сторонам и углу между ними. А почему угол между ними один и тот же? Да, ну, может быть, потому что... Молодец. Поворот на 60 градусов. Так вот, народ, посмотрите, пожалуйста. Выполняем поворот на 60 градусов вокруг точки С. Все видят? Все видят? Все понимают? Что происходит при этом повороте? Куда переходит точка А при повороте вокруг С по часовой стрелке на 60 градусов? В точку В? Да. На 60 градусов. Не на чуть-чуть, а на 60. Куда переходит А'? В В. Значит, вот этот заштрихованный треугольник при повороте переходит в другой заштрихованный треугольник. Так? Кстати, можно еще по-другому сказать. Вот смотрите. Смотрите на угол АС А'. Он вместе с каким-то другим углом, с углом А' СБ, дает 60 градусов. И угол тот же самый А' СБ, в сумме СБ тоже дает 60. Значит, они обязательно равны. Так? Ну, хорошо. Это правильно. И почему же прямые параллели? Потому что по признаку о накрест лежащих углах, вот этот угол... Две дружки поставьте. Да. Уравен. Нет, секунду. Чтобы говорить о накрест лежащих углах и применять что-то, надо знать, что прямые параллели. А вам еще нужно это объяснить. Почему они параллели? Ну, есть же признак. То есть, ну, признак – это когда у нас есть что-то, и начнется это доказывать, что прямые параллели. И получается, у нас есть равные треугольники. Да. И получается, что вот этот угол равен вот этому? Нет. Нет. То есть, может, он равен, но непонятно почему. Он равен, потому что... Смотрите. Ради чего вы говорили про два заштрихованных треугольника? Чтобы у нас было два угла. Ну, какие? Вот угол B' B' C. Какому уголу равен? Какой угол? B' B' C. Покажите его пальцем. Вот этот. Да. Он равен. Он из какого получился поворот? Нет, не из этого. Вот так вот. Конечно. Покажите, друзья. Господа, при повороте C, A, A' переходит в C, B, B' так? Значит, вот этот вот угол A, показанный двумя дружками, и тот угол B, показанный двумя дружками, они равны. Это поняли? И чему они, кстати, равны по величине? С каких градусов? Подождите. Чему равна величина угла, а на стороне двумя дружками? 60 градусов, так? 60 градусов, 60 градусов, 60 градусов, и получается при... Что получается? Почему прямые прорезли? Потому что... А, 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 это соответственно вы. Как же вы не надоели этим... Слушайте, ребят, вас в школе очень сильно портит. Это известная вещь на самом деле. Вот этими словами вам задуривают голову, и вы в результате лишаетесь постнормальных человеческих понятий. Да что? Ну, там же А, Б, С, угол равен 60 градусов, тогда получается... Держите, что прям. Вот этот угол будет равен 60 градусов, тогда получается, что в сумме угол А, Б... Ну, сумма углов А, Б... 60 и 60, 120. Да, получается, что этот угол равен тоже 60 градусам. Тогда получается примерно с лежащих... Видели? 60, 60, 60. Спасибо, садитесь. Можно ли было посмотреть не на эти три угла, то есть это уже решила задачу, молодец, а посмотреть на прямую Б, С, как она расположена по отношению к нашим двум прямым. Б, Штрих, А, С. Вверху 60, поняли? Да. Вот угол Б, Штрих, Б, С, 60, 60. Так, а внизу, посмотрите, покажите. Да, да, да. Он включительно. Он почему же... Нет, нет. До прямой А, С включительно. Примейте. В А. Вот так, да, именно. Б, С, А. Почему он 60? Б, С, А, потому что он... Угол равен. Босторонний фигур. Поняли? У нас есть тренингольники А, Штрих, А, С и Б, Штрих, Б, С. У них одна сторона... Получаются повороты на 60 градусов. Если угодно, по признаку, по другим сторонам, по другим сторонам. Если угодно, переходят при повороте на 60 градусов. Это понятно? Дальше. Вот. Затем у нас получается, что поскольку тренингольники у нас треносторонние, то, ну вот, вот этот угол равен 60 градусов, вот этот угол тоже равен 60 градусов. Это поняли? Да. Дальше. Вот. И получается, что этот угол тоже равен 60 градусов. Но это уже и не нужно суть. Ну да. Значит, покажите два угла, которые образуют прямая А, Б, при пересечении с А, С и с Б, Б, Штрих. Прямую А, Б, найдите. А, Б. Увидели? Замечательно. Прямую Б, Б, Штрих. Замечательно. Видите, там возникает 60 градусов. Ну или, если угодно, 120. С одной стороны, 60, с другой, 120. Увидели. Смотрим теперь вниз. Та же самая прямая А, Б, при пересечении с горизонтальной прямой А, С. Какой угол образует? 60. Теперь, видели? Все, спасибо. Отлично. Отлично. Спасибо.